К маю нынешнего года в Брестской области зарегистрировано 36 тысяч индивидуальных предпринимателей, около 10 тысяч частных коммерческих организаций и почти 600 фермерских хозяйств. Это сухие цифры. А вот контролировать ситуацию на бизнес-рынке рациональнее всего, оперируя конкретными примерами, за которыми делегация во главе с руководителем области Константином Сумаром отправилась по самым разнообразным предприятиям Ивановского и Пинского районов. Если кто-то хочет заниматься производственной деятельностью, то он имеет рад и льгот, которые дают возможность те указы, которые были подписаны нашим президентом. И я думаю, что в дальнейшем пройдут еще год-два, и мы увидим еще очень много таких новых, хороших предприятий, которые появятся у нас на территории Брестской области. Деловые люди могут зарабатывать на Брещене в самых разных отраслях бизнеса. Ивановские предприятия «Еврокамень» и «Евросиликат» производят и реализуют надежную оконную фурнитуру и облицовочные материалы из природного камня. Ступени, камины, колонны, памятники. Директор и учредитель компании Игорь Кучер не жалеет о потраченных когда-то инвестициях. Предприятие наше «Евросиликат» было создано в 2008 году, сразу после выхода декрета президента, упрощающего налогообложение в нашей республике для вновь созданных предприятий в малых городах. И поэтому заниматься после этого развитием предприятий было достаточно легко, потому что этот декрет позволял по налогообложению не платить налог на прибыль, земельный налог, налог на недвижимость. Поэтому инвестировать в предприятие было очень выгодно на тот момент. Лето – благодатная пора для белорусских дачников, решивших обменять дары земли на денежное вознаграждение. Сейчас как раз начался сезон помидоров и клубники. Приезд Константина Сумара на рынок Альфарт в Ивацевиче вызвал ажиотаж и интерес среди предпринимателей и местных жителей. Некоторые продавцы сходу обращались к губернатору с деловыми проблемами, на которые получили незамедлительный отклик. Все должны знать санитарные нормы, как она будет без анализа сдавать, допустим, те ягоды. Надо всегда же анализ. В одном листу берешь ягоды, могут быть хорошие, во втором плохие. А я же покупаю откуда знаю. А вот когда прошли не службу здесь санитарную, ты берешь и видишь, что это хорошее. У нас на рынке только все, то, что положительно, а что отрицательно, не разрешают торговать. Придорожный туризм – еще одна непаханая тропа на поле бизнеса Брещины. Медики из Иваново. Семья Степун уже владеют медицинским центром. Но в дополнение к этому недавно решили заняться ресторанным бизнесом. Начинали с медицины, потому продовольствие, ремонт, стройка – это все что-то новое, все получилось, приходится что-то узнавать. Пока это не выгодно никак, пока. Это первое время, первых полгода мы работаем. Люди пока только узнают, пока расходы, наверное, все-таки больше, чем какая-то прибыль. Поэтому говорить об этом рано еще. Пинский блок рабочей поездки включил в себя знакомство со швейной фирмой «Соло Пинск», белорусско-американским предприятием по производству кремниевых пластин «Камсил» и встречи с местными фермерами из хозяйства ВСК «САД». Лукавее ли нет, большинство предпринимателей довольны условиями и перспективами малого и среднего бизнеса в Беларуси. Что касается поддержки, которая оказывается малому бизнесу со стороны исполнительной власти, это, безусловно, вопросы выделения земельных участков, реализация собственности для ведения бизнеса, а также субсидии на организацию предпринимательской деятельности для безработных граждан. На Брещене в сфере предпринимательства сегодня работают более 127 тысяч человек. Это 20% от занятых в экономике области. В то же время многие белорусы за длинным рублем уезжают за ближний рубеж. Это значит, что для того, чтобы трудовая занятость, зарплаты и налоги циркулировали внутри страны и работали во благо модернизации, бизнес в Беларуси должен быть комфортным и выгодным для предпринимателей. Кира Корлович, Александр Воронин, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы.